Ребята, всем привет, с вами Александр. Да, вот у нас есть турнир Дрожж-Земли, обычно мы его стримим по воскресеньям, но я всю субботу, короче, где-то траванулся, пролежал, меня тошнило. Сегодня воскресенье, как бы селей на стрим нет, но, по крайней мере, хоть как-то я запишу вам этот видос. Посражаемся мы с самыми сильными существами. Ну, я тут уже и так, короче, вверху, но зато тут будут самые сильные противники, и вот что осталось, тем и будем, ребятки, мы сражаться. Самым интересным, что у нас тут есть, будем сражаться. Симбарионикс, Эудиморфодон и Акракан, допустим. Пойдем сейчас проверим, что у нас за противник попадется. Но он не должен быть сильнее нас обычно, примерно вот такого уровня противники и будут. А у нас там, ребята, есть и покрепчик, так сказать. Ну да, вот, мы сильнее. Только один Индоминус может нам конкуренцию составить. О, это было прикольно. Барионикс против Индоминуса. Практически одинаковые. Ну, по силе удара так точно. Ну да, еще я, естественно, вчера ничего практически не ел за целый день. А сегодня за полдня съел пару ложек риса и все. Ну давай, Индоминус, твой выход. Не захотел, но значит умри, животное. Ну, как ты мог выжить? У меня же лучше шипы, чем у тебя. Ну, по крайней мере, мы выманили у него все баллы. Так, ну там-то Николагреус слабый, у него 1800 атака, а Тукуксуара вообще дохлая 500 атака. Ну вот как-то так. И опять он выжил. Нет, на этот раз не выжил. Это хорошо. Ай, ладно. А, пробил, черт подери. Хотел еще Акарканта вызвать. Не успел остановить свои разрушающие удары. Но мы тут себе закрепимся, чтобы нас никто не беспокоил. 100 генов, тоже нормалек. Так, идем дальше. Че у меня тут осталось? Ну, довольно много чего осталось еще. Где-то ваша любимая Иоламбия. Вот Иоламбия. Так, а че у меня по амфибиям-то? Астапозавр и Маннастиготопс. Погнали. Вот и лаку. За один удар пробиваем. Так, таки так. Ну, тут все нормально. Держись, Иоламбия. Да давай в атаку пробьем этого цератозавра наглого. Так, Унайринг. Унайринг. Но, нет, давайте все-таки вот так вот сделаем. А вот так вот, бой номер два. Так, ну, хотя бы 2000 баллов наберем. Там нам чуть-чуть осталось. Ну, вот еще два боя. И будет двушечка. О, набор загадочка. Так. Давайте смотреть, что у нас тут еще интересного есть. Вот этот парень очень интересен. Погнали. Конковинатор. Барионикс. Конковинатор. Да, такие прекрасные. Пахигалозавр. Такие уникальные, красивые динозаврики. Ой, смотри, кто нам попался. Вообще изи катка. Зухамимчик. Родственник спинозавра был. Но у нас есть завоеватель. Он любого пробьет. Молодец, хорошая попытка. Ну, я просто ротозавриком добью его. Та-дам. Древнейший тиранозавроид. Или тиранозаврит. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Идем дальше. Не, еще, ребятки, сделаем. Еще сделаем боечек. Минимум один. Так, спинозаврит. Пойдет. Индоминус и Эрлифт. Давайте, этот бой, еще один. Самым сильным пойдем. Последний бой. И он будет самым легким. Так, 700, 800, 200. Вообще лихотня попадается какая-то. Кусь. Играем, атакуй всегда. В игру. Вот так вот. Так, что там, Индоминус? Сможете его затащить? Блин, не пробивает за один удар. Но два хватит. Ой. Не выжил. Но черт, Эрлифичу ничего не осталось. Ух. Так, ну и самыми сильными идем, как и обещал. Вот ты, вот ты и вот ты. Пять косарей, четыре косаря и полтора. Ха-ха-ха. Не вписывается, да, немножко Пахи Гонозавр, но у него житушки вдвое больше. Тысяча, 700, ну такое себе, слабенькие тоже попались. Так, ну Пахич должен Раджостегу тут порешать. Порешать. Вот как бы и все. Порешали. А дальше у него вообще легкотня. Тут один Пахи Гонозавр всех бы порешал. Но мы накопим баллов побольше. Будем атаковать Сегничем на восемь. И этим парнем тоже постараемся на восемь проатаковать. Вот так вот. Вот так вот. Да, попытка была никчемная. Делаем вот так. И на максимум. И сделаем то же самое с Метриофодомом. Давай, Залмоксис. Все, решите меня проатаковать? Решился таким. Ну пусть будет так. Мы тут играемся в кошки-мышки. Тут же опять же я переношу баллы. Против нас играет Рыжая Бестия. Подменяемся и атакуем на все баллы. И какой урон? 31 тысяча. А у него жизни было сколько? 800. То есть мы 30... Штук 35, короче. Целое стадо Залмоксисов могли бы продемажить. Так, ну и 2061. Этого более чем достаточно, чтобы... Спать спокойно. И сейчас пойдем посмотрим еще что на Индоминса, конечно. Ах, рядышком был. Но 500 генов хорошая тоже награда. Так, давайте смотреть, где тут наш Индоминус. Вот он. Так. Вот так вот он выглядит на... Самом начальном уровне. Изобрази уточку, только что было. Красивый, ничего не скажешь. 20-й. Вот такая появилась раскраска. Блин, я не помню, а фильм он был... Был такой вот пятнистый. Как бы там так довольно органично смотрится. Он был белый просто или был с пятнышками? Ну, из него делается гибрид. Супер гены Велоцираптора. И получаем Индораптора. Да, вот на 30-м он у нас стал уже таким... Каким-то кроваво-коричневым, такая ржавая. Покрылся кровью в своих убитых апатозавров. Так сказать. Ну, и на 40-м покраснел. И подросли шипы. Вот, изображает уточку. И вот так вот порычал. Ну, ну, еще раз давай порычи на вас. Вот так. Да, кстати, вот статуэтка. Есть же у нас статуэтка, где тираннозавр. Возле вот такой машины перевернутая у нас. Вот у Индоменса тоже можешь такую статуэтку сделать. Да. Ну, это я вот про вот эту вот статуэтку. Про вот-вот эту. Ну, на этом, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. А вот эта штука мне напоминает первый кризис. По-моему, одной из первых миссий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.